всем привет мы продолжаем экспериментировать с форматом и поэтому читая ваши предыдущие комментарии я пришла к выводу что действительно пора отходить от вот этих вот стандартизированных формализированных каких-то сухих новостей это не особо интересно это действительно вызывает ощущение что я зачитываю по листочку как робот и все остальное это будет последняя такая супер супер шаблонная преамбула и дальше я постараюсь какими-то своими собственными мыслями делиться и быть ближе к коллективу то бишь к вам да я читаю все ваши комментарии в такой вот расслабленной обстановке я для вас сейчас первую новость так сказать донесу она будет страшная так что я сразу вас уберегаю не бегите под грузовик прямо сейчас в петербурге суд запретил ссылки на коносугу если кто не знает это такой исикай для непросвещенных исикай это аниме про попаданцев ну вы все их знаете как знаете все эти книжки про эльф на второй мировой и все остальное только аниме коносуб можно смотреть только из одного фактора там есть лучшее аниме девочка это конечно же мегу миночка коносубе конечно много эротики но если сравнить с другим исикаем типа перерождение в безработного то это конечно специфично будет кстати перерождение в безработном очень хорошая исикает там прям чувствуется вот эта вот любовь которую в каждый кадр вкладывают там очень красивые нарисованы фоны каждая травиночка одежда оружие и вот там как раз таки грань между эротикой и порнографии между эйч и хинтэм ну совсем уже знаете на волосочку уже совсем прозрачная ее слава богу пока не трогают только бы они не послушали это как совет ну и похоже с аниме это только начинают бороться правда пока на пиратских сайтах так что юзайте vpn я вам ничего не говорила уже под раздачу попали всякие там тетрадки гули эльфийские песни по моему перерождение в слизь куча очень-очень жесткого хардкорного гурятина контента сразу вспомнились эти странные файлы смерти сейчас эту всю тему преподносят нам как какой-то запретный плод вот представьте себе вы такой вот есть подросток с пубертатом сидите пердите в интернете и тут вам сообщают что есть где-то запрещенный контент странная на грани эротика жестокость и опасность не пытайся это скачать или посмотреть выглядит как байт что слабо посмотреть слабо посмотреть слабо посмотреть и ты идешь и смотришь классическая схема прикрываться бедненькими несчастными детишками которых развращают мультики игры и вообще этот злой компьютер защитим и запретим а вот что точно поздно запрещает это начавшиеся съемки дома даракона я вам сиквел то ли сиквел то ли спин-офф на котором у меня зашакалил микрофон но ничего не переживайте этот эффект временно я скоро к вам подключусь а говорила я о съемках начинающихся дома дракона это будет о валерийцах я сейчас побуду немного занудой и скажу как и многие что последний сезон и наверное были в игре престола вслиты конечно же в первую очередь из-за специфического поведения дейней рис давайте сольем персонажа его нужно срочно слить давайте это сделаем да понятно что она должна была стать вот это вот безумно и жестокой тиранши которая просто вот вкусила власти и решила всех убить но с другой стороны мне бы хотелось гораздо медленнее чтобы это что ли происходило гораздо последовательнее мотивирование мне это казалось что это не просто безумие какое-то а просто какая-то недоработка персонаж какой-то неполноценный стал и конечно же у меня осталось из-за этого обидно финал игры престолов хотя недавно я вот думаю надо пересмотреть вообще все с первого сезона еще раз найти так все по полочкам разложить потому что интересно перед этим спин-оффом восстановить память а спин-офф я как раз смотреть то хочу несмотря на вот этот вот самый слитый сезон потому что меня прикалывают все эти валерийцы у них прикольная культура у них прикольно костюмы рисуют да я имею определенную страсть к среброволосым ну и собственно говоря тут сразу подъехал каст внимание эмма дарси в роли принцессы рейниры таргариен оливия кук алисента хайтауэр мэтт смит принц дэймон таргариен пэдди консидайн визерис таргариен рис эванс ото хайтауэр десница короля визериса таргариена стив туссен лорд корлис веларион по прозвищу морской змей кто все эти люди не знаю неважно тем не менее мне безумно интересно этот сериал как раз таки заценить поэтому я вас сразу приглашаю возрожденный наш дискорд смотреть его вместе да я недавно возродила дискорд пожалуйста подпишитесь на него я буду очень рада я слишком много на него сил потратила так что приглашаю вместе посмотреть его как будет чтобы смотреть ну или можно свежую дилогию sailor moon посмотреть показали только трейлер я вот вам сейчас кусочек его продемонстрирую и вот кажется по этому короткому ролику что даже на целый армунта постарались в отличие от предыдущие новые части кристалл мне она не понравилась потому что там очень была странная рисовка она была со странными какими-то пропорциями и она одновременно выглядела слишком какой-то вылизанной и слишком какой-то не старательной там постоянно куда-то уезжали глаза постоянно какие-то баги были с ногами походкой руками взглядом короче вот классические аниме приколы совершенно без любви как будто бы вот давайте сделаем что-то просто ради того чтобы поднять хайп ну и пусть сейчас меня назовут утенком но я вам все равно скажу что первая sailor moon было абсолютным топом вот почему во первых мне нравится как там используют обводку там используется ручной угольный штрих немножечко небрежно но в то же время видно насколько старательно проработан каждый кадр во-вторых мне нравится моду восьмидесятых она там прям буквально в каждом будет фрагменте и это очень лампово выглядит да мне нравится полный визуал цветокор все эти эффекты все эти отчаянные наивные танцы под какое-то странное диско все эти выверненные движения махасёдзе в вакууме и оно настолько прекрасно что каждым фактором оно отражает ту эпоху и именно поэтому такое крутое ладно показали пока нам только превращение поэтому что-либо вообще судить пока очень рано ну а дальше посмотрим надеюсь сюжет все-таки еще больше сблизит с мангой в манге очень много неоднозначных тем там еще больше поднимается тема юри в этом плане мне очень нравится как движется например аниме новое шаман кинг потому что там решили вот прям буквально донести все то же что и было в манге то есть уже больше нет цензуры оружие могил кладбищ крови ну вот это вот всей непотребщины как раньше было теперь это все вот наглядно как в манге было надеюсь и лармун повторится та же история а вот еще что нужно заценить правда это уже не киношное это уже игровое но очень очень близко к киношному в сеть пролился от трейлер геймплей на рэчет и кланг и обратите внимание на эти фоны мы помрачительно красиво все эти трубы шестерни какие-то вывески летающих вирк рафт и сказала сейчас хаверкрафт и сразу вспомнила хаверкрафт из байонт гуд энд и вил не в порядке коламага прилетай в гараж мамага ладно все вернемся от одних антропоморфных зверят к другим короче рэчет и кланг еще раз фона выглядит божественно прекрасно проработано с любовью а вот главный герой выглядит ну тут уже вкусовщина сейчас будет плохое слово которое никто не любит все его ужасно ненавидят рисовка окей стилизация стилизация у них специфическая не похожи на героев какого-нибудь около пиксаровского мультика хотя со мной поспорят вот здесь вот кто-то говорит что нет но мне кажется что да вот это уже такая вкусовщина хотя нашлись любители уже огромный костяк их кстати говоря вот этой вот появившейся серенькой тяночки чертовы любители фури все окей договорились просто кто-то любит передники кто-то любит задники и кто-то любит кринжовые шутки ну да ладно графен это дело вкуса поэтому оставим его хотя нет подождите не оставим я сейчас как начну говорить про графен только не про моего любимого углеродного друга я кстати еще люблю очень пробелы говорить он позволяет раскрыть весь потенциал черного топлива ракетостроение господи ладно я не буду сейчас я вам буду говорить именно про компьютерную графику а именно про новое изобретение сбербанка они короче новую платформу виспер сделали теперь можно там свою вайфу создать витуберов короче говоря здравствуйте я кирилл я хотел бы чтобы вы сделали игру короче теперь можно будет сделать вот такую вот 3d модельку насинтезировать ей голос и все готовая тяночка боже меня когда-то так как будто бы создали теперь вы можете взять свою витубершу залить в нее pdf-ку специально написанным текстом и она вам все это зачитает как мэджи гуди баловство или функционал я честно говоря не знаю но с другой стороны всегда можно использовать таких вот тянчик на каких-нибудь терминалах может быть будет даже удобно например в японии давно такое вот используют примерное а вот что точно будет полезным так это скидочки стиме сейчас проходит золотая неделя и какие там игры есть смотрите сами а кроме этого еще загляните обязательно в тик ток там я принесла новый видос с еще большим количеством скидок правда уже в ps store так что заглядывать и подписывайтесь и на twitch подписывайтесь и на youtube подписывайтесь если вы этого не сделали еще ну и все буду с вами прощаться до новых встреч и жду ваших комментариев а вот таком вот более говорительном формате пока